Как приручили огонь Какой-то любознательный неандертальца, может быть, даже его предок, сидел в пещере и задумчиво вертел между ладоней палочку. Один конец палочки он случайно упер в сухую щепку. Из щепки появился дымок, кончик палочки почернел, потом на нем заплясал алый язычок. Огонь, удивились пещерные жители. Пожары от молнии, извержений и вулканов они уже знали. Экон бежит, надо ему щепчик подбросить. Запылал костер. Значит, так обратился к племени, самый предприимчивый. Есть предложение. Способ добывания огня застолбить. В смысле и том, чтобы запомнить и все время им пользоваться. Тепло и можно жарить мясо. А шкуры зачем, сказал самый ленивый. Завернешься, хорошо. Что касается жарить, считай, это баловство. И сырое съедим. Да бывать долго, поддержал его другой. Он, сколько он руками вертел, ладони истер. Обучение опять же проходить надо. Может, не всякмо дано вертеть. Да, преимуществ мало, согласился старейший. Недостатки перевешивают. Что быть, пес с ним забудем и выбросим. Умелец-то, бывший огонь, сидел как оплеванный. Постойте, постойте, нельзя ж так с места в карьер. Отвергать легко, пожалел его кто-то. Давайте подумаем, может быть, еще к отприменению, например, в военных целях. Точно. Но обрадовался самый воинственный. Можно метать врагов в горячие сучи. Можно, взяв, и в плен прижигать пятки. Так, 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 говоривши оживились. Загнать в лес и испарить. Задушить дымом в пещере неплохо. Судьба изобретения была решена. Огню открыта широкая дорога. История человечества получила мощный толчок.